Я никуда не пошёл, потому что денег у меня не было. Но я смог найти выход из этой ситуации. Яблочко! Значит так, директор школы хочет снова оставить тебя на второй год. Но я уверена, и это тебе не поможет. Поэтому тебя исключат раз и навсегда. Подпишись на канал, включи колокольчик. И поставь лайк, если ты учишься в школе. Сделаешь это, и удача всегда будет на твоей стороне. А вот наш самый главный победитель. Мы поздравляем тебя. Хочешь оказаться на этом месте? Тогда напиши суперский комментарий. И поделись новым видео со всеми друзьями. Короче говоря, выгнали из школы. Это был обычный будний денёк. Ничем не отличавшийся от других дней. Я уставший вернулся со школы. И если просто скажу, что она меня достала, то этим никого не удивлю. Но в запасе у меня есть одна история, которая точно удивит каждого. Поэтому поставьте лайк и внимательно слушайте. Произошло всё пару дней назад. Как всегда в моём дневнике было огромное количество домашнего задания. Но я же не сумасшедший всё это делать. Поэтому вместо домашней играл в приставку. А как вы знаете, за играми время не бежит. Оно летит со скоростью света. Коляныч, выключай приставку, уже спать пора. Но я ведь только сел. Какой я только сел? Ты серьёзно? Не видишь? Ты о чём? Твоя задница уже пощады просит. Задротишь весь вечер. Давай закругляйся. Ну пожалуйста, ещё пять минут, и чё, как выключай? Ладно. Брат поверил мне. А зря я тот ещё хитрец. Место пяти минут провёл за приставкой всю ночь. В итоге за невыполненную домашнюю работу я получил двойку. Расстраиваться из-за плохой оценки не стал. Одной двойкой больше, одной меньше. Мне не привыкать. Но на этом история не заканчивается. На следующий день нам задали сделать подделку дары осени. Но какие тут могут быть дары осени, если у меня в данный момент идёт очень важная игра? Привет, Коляноч. О, здорово, Вадик. Какими судьбами? Да вот хочу поинтересоваться. Ты уже сделал осеннюю подделку? Ах, твою ж мышь, и ты туда же. Да забей ты на эту подделку. Лучше посмотри, как я-то твою её. Но нам завтра уже надо сдать её. Ты ведь не хочешь получить двойку? Ладно, не сын. Ну и сделаем твою подделку. Только ещё чутка поиграю. Эх, хорошо. Вижу напряжённая катка. Коля, может, пойдём заиграть? Пошли подделку делать. О, я 5-25. Вадик, слушай, давай лучше побегаем. Не разлучил. Ты сказал, побегаем? Ну да. Дружище, а по пену проводим время. Загладим с тобой, Коля. Только мне кажется, что мы о чём-то забыли. Не отвлекайся, Вадик, сейчас гол пропустишь. Вы вдоволь наигрались в футбол, но есть один нюанс. За осеннюю подделку мы с Вадиком получили по двойке. Это он во всём виноват, накаркал вчера. Знаете, даже в этот раз двойка не испортила мой настой. Я был весь на позитиве. Планировал смотреть интересный сериальчик и кушать попкорн. М-м-м, красота. Жизнь удалась. Кого-то ещё принесло. Здрасте, Павасина. Здравствуй, Ковенька. Андрушка просил проконтролировать тебя. Сказал, что ты должен написать сочинение. Сочинение? Ну да, я уже почти закончил его. Но слышал левым ухом, что по телевизору начинается новый выпуск с Малаховой. О, уже начинается? Так чего же мы даем? Давай сюда попкорн. Пронесло. Нет. Женя даже прошла. Да так-то будешь, чтобы вы не можете. Всем привет. Ну как тут у вас делишки? Как сочинение? Так это, Коленька большой молодец. Он всё сам написал. Сам? Ничего себе. Удивил так удивил, Коляныч. Красавчик. Прочтёшь сочинение? Бабу Зина? Ну я ведь совсем добыла. Меж пора уже. Счастливо оставаться. Ну что, Коля? Готов показывать свой шедевр? Хе. Всегда готов. На самом деле, лист был пуст. Брат сильно отругал меня. После чего пришлось взяться за работу. Я написал отличное сочинение. Но всё равно получил двойку, потому что забыл его дома. Вот тут мне стало обидно. К счастью, новая игра смогла вывести меня из депрессии. Она затянула меня по уши. Я был счастлив как никогда, но звонок потревожил игровой процесс. Пришлось оторваться от приставки и идти открывать дверь. Ну здравствуй, Коля. Ох, чёрт. Здравствуйте, Светлана Гавнидовна. Леонидовна, простите. Можно пройти? Это обязательно? Да. Ну, как бы... Спасибо. Нам с тобой нужно серьёзно поговорить. Дело в том, что ты не выполняешь домашние задания. Кто не выполняет? Я? Не. Вы ошиблись адресом. Ты тут дурочка, не включай. Мне включать не надо. Ай, палубец. Значит так. Директор школы хочет снова оставить тебя на второй год. Но я уверена, и это тебе не поможет. Поэтому тебя исключат раз и навсегда. Хорошо. Ты сильно не переживай. Что? Мне не послышалось. Ты сказал хорошо? Да, я сказал хорошо. Можете выгонять меня из школы. Как это понимать? Все просто. Вот, смотрите. Это диплом о высшем образовании. Но ты же школу ещё не закончил? Её нет. А вот мой брат Андрей закончил школу и университет. Так получается, это его диплом? Был его. Ставит моим. Фамилии ведь у нас одинаковые. А имя? Имя я поменяю. Зато не придётся мне больше учиться. Хе-хе-хе. О, дела. Светлана Гавнидовна, Леонидовна, вижу, вы сильно расстроились. Понимаю. Всегда грустно терять такого отличника, как я. Если хотите, можем с вами напоследок в приставку зарубиться. Ты сумасшедший! Добрый день, Андрей. Мне нужно с вами очень срочно поговорить. Добрый день, Светлана Леонидовна. Конечно. Идите, идите. А мне пора новую игру проходить. Хе-хе-хе. Вот такая история со мной приключилась. После разговора с училкой Андрей забрал джосики и теперь следит за каждой оценкой в дневнике. Поэтому некогда мне тут с вами болтать. Нужно учиться, учиться и ещё раз учиться. А иначе приставки мне больше не видать. Эх. Это было первое июня. Сегодня был очень важный день, но я не мог вспомнить, почему он был важным. Может, потому что это первый день лета? Нет, я точно что-то забыл. Я поинтересовался у брата. Андрей задумался. Может, у кого-то день рождения? Как же я мог забыть? С днём рождения тебя! Очкарик, вообще-то у меня день рождения осенью. Стоп, у моего друга Чеша сегодня день рождения совсем из головы вылетело. Друг ещё называется. У меня была важная задача подготовиться к празднику и устроить крутую тусовку. Но что нужно для крутой тусовки? Только сейчас понял, что вообще не шарю в тусовках. Решил обратиться за помощью. О, алло, Вадим, привет. Слушай, помоги устроить крутой праздник для моего друга. Без проблем. У тебя будет лучший ведущий. Много еды, красивые девушки. Супер! С тебя 2000 баксов. Ну нафиг, за такие деньги я всё сам организую. Я попросил немного денег у Андрея. Не, очкинг, грудите, ты не мешай мне. Да, я тут. Ты ведь не хочешь, чтобы мама узнала, как ты гоняешь на тачке? Вообще-то я спокойно езжу. Ну да, ну да. Оставай эту машину! Я лучше пойду пускаю! Все, 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 проводите! Малой, да не сып труцы! Так что у меня есть компромат на тебя. Я рад, что мы смогли договориться. Засранец, мелкий. Я купил тортик. Украсил комнату шариком. Осталось только отыскать красивых девчонок и позитивного ведущего. Девушек я нашёл быстро. Просто включил телевизор. А вот найти ведущего было сложнее, так как денег у меня осталось мало. Но ближе к вечеру я всё же смог отыскать бюджетного ведущего. Он сказал, что не работает без предоплаты. Я сразу же рассчитался с ведущим. Конечно, пришлось немного привести его в порядок. Но после того, как ведущий надел костюм моего брата, он выглядел шикарно. У нас было всё готово. И вдруг раздался звонок в дверь. Это был Чиш. Раздавляем! Походу не получился сюрприз. Ой. Да как, Чиш? Днём рождения! Чиш что-то хотел сказать, но я попросил не перебивать. Мы начали отмечать. С нами танцевали чёткие девчонки. Наш ведущий выпил волшебный эликсир и начал нас веселить. А потом мы принесли торт. Чиш был счастлив. Ну а теперь загадывай желание. Хочу, чтобы каждый, кто теперь нас смотрит, подписался на канал, включил колокольчик и поставил лайк. Ура! Будем надеяться, что желание сбудется. Да, но тут такое дело. Мы тебя слушаем. Ничего, что моё днём рождение зимой. Ха, вот это новость. Зашибись! Я тут старался, готовился, плясал перед тобой. А ты только сейчас об этом сказал? Ну ты просил не перебивать тебя. А ты, значит, у нас так вот послушал, да? Хорошо. Посмотри на тортик. Тогда вот посмотри, какой он красивый. Смотри. Видишь? Сосыпайся у тебя! Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду. Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...